До 10 лет тюрьмы может грозить нардепу от Народного фронта Евгению Дейдею. Его подозревают в незаконном обогащении. По данным ГПУ, преступным путем он получил как минимум 6 миллионов гривен. Тем временем, Соломинский суд столицы избирает меру пресечения фигурантам янтарного дела. Главные подозреваемые это нардепы Борислав Розенблат и Максим Поляков. Сегодня суд отпустил под залог в 160 тысяч гривен помощницу Полякова Татьяну Любанько, которую подозревают в получении взятки 7,5 тысяч долларов, предназначавшейся для народного депутата. Сегодня стало известно о том, что задержанные по подозрению в получении 200 тысяч долларов взятки охранники Розенблата пошли на сделку со следствием. Еще одного фигуранта янтарного дела, помощника нардепа от радикальной партии Татьяны Юськовой Константина Проскурко взяли под стражу на 60 дней. Его подозревают в организации встреч представителей частной компании с депутатами из группы Депутатский контроль для помощи в легализации янтарного бизнеса. Проскурко в суде свою вину отрицает. Откуда у него найдены при обыске немалые суммы, он объяснить не смог. В каком случае вы можете объяснить о находке у вас дома этих грошей, которые были выложены, которые передавались за все средства? Я понимаю. Честно говоря, мне независимо понимали, в каком случае эти, например, говорится, мова про материальные гроши потрапили до меня. Но я хочу отметить, что я из каждой своей зарплаты, певную часть, как правило, откладывал для того, чтобы изменять их в обминных пунктах. И хотел просто сделать маме подарок. Почему эти деньги у меня, я честно не понимаю. Продолжение следует...